здравия сегодня 1 мая 2024 год я поздравляю всех жителей нашей страны с праздником 1 мая такой хороший праздник люблю его с детства это лук сам посеялся вот такой и от нечего делать хочу запечатлеть обзор сада не просто растения хотя бы как на 1 мая выглядит двор мой лысый двор который хочу засадить вечно зелеными растениями и не только вечно зелеными растениями чтобы он и зимой летом был симпатичный это самшит черенок может быть отсюда его уберу потому что на заднем плане маленький трахикарпус там но он еще маленький пускай пока растет а там еще есть виднеется кипарис аризонский может быть его тоже отсюда уберу потому что солнца маловато здесь стена как раз южную сторону закрывает и солнце он либо рано утром получает либо когда уже солнце поворачивается на закат закат там вот трахикарпус живой перезимовал пускай растет поселок гигант ростовская область эту розу все никак не могу отсюда убрать от но избавиться и уже копали и и прикрывали это плетущийся роза вот уже такая бутончики заложила видно видно вроде не хочу роза не очень колючий за них за ними проблематично ухаживать лучше пускай у меня будут барбарисы либо пироканты намного красивее растения чем эти розы это то шаровидная может такой облик у нее была бронзовая теперь такая яркая красавица ну классная да вот карликовый сорт я думаю она больше не вырастет потому что уже шишкуется может быть и вырастет кто ее знает зарождается шишки пыльники там это ее череночки как со стороны смотрится плиточку выл это я положила чтобы не по грязи ходить и как такая образовалась мини тропиночка и пана тропиночка и у меня в планах с этой стороны то и шаровидные будут кедр о кедр кипарис аризонский ну пускай пока там растет посмотрим что дальше с ним делать а то тут сосна сибирская с урала привезли это не я вырастила семян это 10 сантиметровым наверное ребенком и и выкопали в лесу вы привезли две сосны и две вот живут принялись вот одна а вот там вторая я их немножко формирую через год в прошлом году я свечки у нее не обламывала в этом году опять обламываю хочет чтобы она более-менее пушистая была такая да через пять лет буду смотреть и не узнавать двор здесь дальше трудяшки трудятся трудятся молодцы какие любят они живучку тоже живучка вот классно так тут разрослась и сорняк она хорошо блокирует ну кое-где вот березка пробивается но все равно ее уже все меньше и меньше становится а здесь я вот посадила из семян туя шаровидная что марсик пришел марсик марсик да мяу вот такой красивый кисик кисик красивый получился да полежи полежи побалдей пока солнышко нету и вот туйки шаровидные тут посадила живучка ее уже немножко забивает я живучку прорываю чтобы туйка тоже свет получала в таком расстоянии . будут разрастаться что ну тебя с праздником поздравляю да да 1 мая у марсика марсик это туй аурео нано я ее покупала в контейнере в садовом центре с шишками шишки собирала шишки посеяла здорово шишки покушали зимой мышки но все-таки три туйки у меня есть зашли вот она опять завязывает новые так что будем в этом году опять собирать опять сеять ну красавица же такая вот желтенькая тоже везде очи так разбрасываю он очень хорошо принимается везде ну конечно березка иногда пробивается сквозь очи так мне нравится он как как муча под ним влажно сорняк не растет здорово вот с этой стороны вот так выглядит аурея нано сосна там пустой двор там за забором тоже буду закрывать все это секвое где-то в ту в том районе растет маленькая вот она вырастет закроет ну потихоньку полегоньку будем все закрывать душ в туалетом тоже закрыть хочу чтобы он тоже как максимально было замаскировано все тут сосна крымская как стала определить или покупать книги покупать уже научилась определять по почкам по иглам деревья хвойные здесь где-то пробивается гибискус сирийский сиреневого цвета семена прошлом году покупала очень много взошло вообще классно взошли они я их сеяла просто в открытый грунт вот и они очень хорошо повсходили они что я говорю 50 процентов открытый грунт села и и половина я в ящике сеяла и там и там всего отлично происходило разницы вообще не увидела никакой что в торфе что в обычной вот земле такая земелька у нас чернозем все нормально было но зиму они не это плохо перезимовали те которые в открытом грунте гибискусы выжили древовидные гибискусы а те которые в горшках они погибли ну подозреваю что это все-таки грибок да марсик грибок погубил это обыкновенная черная смородина тоже как экран тут ирисы уже цветут вообще а весов много всяких разных когда-то там тетушки давали а здесь вырисах я посадила лиственница сибирская это вот уже вот такой прирост она в этом году была хороший но это еще не предел она еще будет расти и свинница будет закрывать вот это место это хорошо они быстро растут тут живут сосна рядышком под сосной тоже тут ляпота везде отчетки луки декоративные уже там цветут кактус надоедливый уже кстати надоел мне надо его отсюда вообще убирать мне кажется он немножко питательные вещества забирает вот этой красивой сосны хотя как-то со много не надо но посмотрим тут вот зелье черенки рвала в геленджике хорошо черенкуется земляничка ремонтантная из семян тоже вырастила прошлом году семена сазуна по моему ну короче вот одна выросла было семян 5 на подоконнику одна выросла под парничком вот она зимовала здесь уже завязывают ягодки такая земляничка вот тут же для для разнообразия чтобы хвойные лиственные были это миндаль миндаль сладкий съедобный тоже из семян его его потрепала тля но боже коровки работают хорошо от ли ничем не обрабатывала вот видно что то тоже ее сожрал боже коровки уже хорошо поработали миндаль сладкий во дворе их 2 тут ель зеленая оклемалась я это слабый слабенький высадила в открытый грунт вот уже оклемалась макушку у нас себе приобрела новую была утеря макушки вот утеря макушки была а это уже новая макушка и немножко прошлом году помогла поднимала подвязывала к старой высохшейся но есть экземпляры которым я не помогала и они сами также подняли свою макушку поэтому хвойные растения очень умные они сами себе формируют каким надо что ты пришел ты любишь погладиться да любишь до мур-мур тут вот же сам шиты будет как маленький заборчик никто не упал дети бегают вот теперь будет такая защита когда-то лет через пять когда они вырастут самшиты довольно таки медленно растут ну допустим вот этому самшиту черенку уже два года до марсик два года здесь под смородиной я спрятала ель зеленую но все-таки в будущем я ее куда-нибудь выкопаю куда-нибудь ближе может быть забору или за забор вообще на улицу посажу тоже оклемалась была больная больная хромая я ее посадила сюда в открытый грунт подсыпала ей обыкновенного торфа по моему нейтральный торф был что еще и сделаем и микоризу заселила вот она за прошлый год оклемалась хорошенечко так вот тут такой живой экран от солнца немножко защищает ее черная смородина нормально сдалека ее вообще не видно вот так ну пускай это как как бы перевалочка такая а здесь еще повернуться опять же душ душ я скрываю ну как хотела скрытую мебробанта они у меня погибли потому что я их покупала с открытым корнем не сама выращивала короче надо самой выращивать из семян а это посадила и свои шаровидные ту из семян тоже кстати самые слабые высадила сюда вот тоже дулички везде жачи так кидаю здесь береза на заднем плане тоже береза тоже надо все прикрывать они красиво разрастается будет тенечек летом сейчас мы как на ладони это туя сморакт вот шишки завязывает шишечки буду шишки по осени собирать сеть вот мой любимый наш местный газон шпарыш шпарыш вот красиво он такой зелененький красивый ну конечно я его прорываю прорываю потому что он все таки агрессивничает маленько прорываю там где он не нужен это тоже черенки из моей туйки вот так вот тоже заборчики стуй на заднем плане вот березка еще из семян береза повисла как она вытянулась классно наша местная собирала у нас поселке около завода береза растет сальсельмаша и там я вот насобирала семена в ноябре посеяла очень хорошо взошли а потом когда пикировала конечно весной некоторые экземпляры погибли вот это вот в открытом грунте березка вот издалека не очень смотрится пока пока так но березы вырастут будет уже красивший двор по этой стороне вот собачка собачка обыкновенная обыкновенный дружок около дружка березкинные семян местные собирала в парке вот они березкинки опять же мой любимый очисток вези накидала здесь вот календула посеялась сама по себе как сама по себе с нашей помощью вот они березкинки тоже будут а здесь ель зеленая тоже будет как закрывать ель зеленая уже стартует уже потихонечку почки начинают пробивать вот некоторые уже открываются почки да ну а здесь же черенки это черенок маленький череночек дохленький но живой это можжевельник в парке собирала тоже вот тут можжевельники горизонтальные хочу здесь яблонька из семян неизвестно какая она вырастет дичок или нет еще можно на ней тренироваться делать прививки дружок ты молодец конечно здесь плохо приживаются ту и колумны это походу уже не жилец не похоже она на живую а в это время уже должны они все быть красивые зелененькие нет не живая ну в общем вот так вот ряд по над забором тоже твой колумны посадила малыши вот это вроде как живая и до смородины вот смородина тоже нормальный экран такой закрывает а здесь вот с урала привезенная сосна которая десяти сантиметровые малышки вот какие тоже ее прищипывая но я ее меньше прищипываю потому что хочу что здесь места очень много и пускай как бы простор будет меньше она будет закрывать опять же здесь оставляю шпарыш такой красивый зеленый газон получается да через пять лет уже будет все совсем по-другому смотреться интересно пересматривать потом это можжевельник тоже горизонтально в парке черенки живой вот все тоже будет здесь под сосной плестись да кися здесь вот недавно пересадила ясколка по моему да она называется аромат у нее конечно бесподобный ну так частично принялась но раз принялась значит она расплетет нехило здесь здесь на заднем плане три клена я их буду отсюда убирать потому что хочу сюда клен другой хочу клен красный главневидный это вот ель зеленая тоже уже стартует почки открывает там все у нас недоделанное будем наделать клубнички маленько а читок тоже в этом тоже везде и такой и такой кидаем чтобы заполоняли пространство лучше пусть а читок чем сорняк ну и короче вот это все пустое надо закрывать летом тут нереально все светло вот этот участок как заборчик будет живой самшиты здесь тоже моя любимая для кого-то сорняка для меня хорошо как это называется так левер белый обыкновенный рядом вот черенок туи с моей личной твой тоже пускай будет пока здесь если вдруг надоест пересажу в другое место и здесь вот тоже ель зеленая красавица она одногодка с теми елями которые чахлые чахлые вот недавно запечатлила они в один год посеянные вот и вот какая красавица да да марсик да все правильно бересклет почвопокровный форчуна я купила на озоне блин вот этот саженец или 500 рублей заплатила ну да забыла уже тис тис тоже там покупала нормальная нормальные саженцы чесхили это пироканта ярко-красная тоже уточи точек и и сейчас я даже этот очи так перенесу в другое место пускай здесь живет очи так живи здесь все он примется вот пироканта тоже начинает уже оклюмываться стволик у нее какой хороший уже вот-то сеянец прошлого года просто мы и помогли немножко во время зимы снег чистили макушку лопатой сломали нечаянно ничего пускай разрастается пышнее будет вот еще одна пироканта я их высаживала прям летом когда пекло было вот и думала что они сдохнут такой эксперимент сделала что того сни сдохнут и вот пожалуйста живые красивые а те которые в контейнерах были они чахлые пироканты жалко что в этом году семена пироканты не купила вот это вот тучки смарагты тоже свои черенки черенковала вот этим черенкам два года а вот этим черенкам год даже тоже наверно два года просто они слабее были вот тоже очиточек везде очитки очитки мои любимые очитки здесь должен гибискус оклематься ну не знаю клемается или нет обморозился он здесь открытое пространство тут хуже всего ему было а вот барбарис еще барбарис черенок который прошлом году черенковала много черенки хорошо укоренились и красного барбариса и зеленого но тоже погубила я за зиму их в этом году нужно повторить ель голубая делает свои приросты в этом году прям такие хорошие приросты короче она уже прет прет уже здесь рядом с ней горизонтальные можжевельники черенки тоже черенковала уже уже забыла когда два года точно назад и вот еще тоже какие красивые название не знаю но похоже на мин джулик здесь барбарис хорошо приземовал весной дал листочки снизу ну все по ходу он погиб барбарис не похож он но жду вдруг еще оклемается это с красными листочками который барбарисик пока еще барбарисах не разбираюсь люблю их но не разбираюсь по названиям то ель зеленая горшке под ней здесь рядышком в открытом грунте можжевельник растет предположительно можжевельник такой пускай растет пока здесь пихта забавно так пихта нордмана забавная не пихта нордмана а забавно то что здесь шишек накидала качестве мучи и вот вот вылезла где-то тут еще было вот сосенка и где-то еще одна и вот сосенка все разные это наверное черная больше похоже а вот это сосна вообще на ель похоже вообще ель похоже да так что нежданно-негаданно вот у меня три сами по себе вылезли в обыкновенной земле ничем не обработанной вот так а то все торфи торфим подсыпаю ну и короче вот он лысый двор пихта долго растет когда-то вырастет где-то в этом районе где бегут гибискус или где где-то между пихтой и елью хочу посадить два не видны тоже краснолистный клен будет очень красиво здесь в череночки прикрыла череночки прикрыты от солнца потому что горят погорели много заодно проверю что-то как там растюхи с прошлого года тут самшиты и в этом году еще вот вот эти вот которые подрявшие то я недавно порезала на черенковала самшитики кроты тут со страшной силой роют роют вот они самшитики тут сосны это я просто сосну свою формировала и засунула ну они пока живые стволы живые те которые были желтые я их удалила вообще они так не это не укореняются ну пусть будут пусть сидят это ель тоже обрезала но не с той надежды что она укоренится потому что вряд ли но они пока зеленые живые вот тут уже здорово сегодня вот видно недавно крот порылся здесь ель голубая надо значит ее пересадить в другое место вроде бы как живой черенок сейчас мы его втыкнем куда-нибудь другое место вот у меня тут такие вот приспособы и засунем сюда и вот это тоже уберу ельку ель вряд ли уже укорениться потому что она уже достаточно взрослая это есть из черенкова на еле брать черенки я еще не брала можжевельников тут чуть-чуть натыкала это туя шаровидная все уже можно выкинуть ну кроты помогают ё-моё если бы они тут не рыли я их постоянно в землю тыкну короче кроты помогают здорово тут еще бульданыш на черенковала свой а то тут на день рождения дарили букет и я в общем тоже сюда без надежды что что-то укорениться просто для эксперимента и гортензии тоже натыкала вот гортензия вот это гортензия вот это гортензия там еще чуть-чуть гортензия а там семена посеяла гранат бересклет европейский что-то еще тыкала хурму всякого разного короче вот два череночника в том череночнике можжевельники да в основном можжевельники там что сынок иди гуляй вот такой бардак много сорняка тюльпанчики доцветают последние луки цветут да в этом году тепло лета к нам быстро приходит это туи из семян которые должны быть экраном тоже должны закрыть замаскировать этот двор пустой семян на семена летят нереально сюда вот такие уже тучки посев 2022 года вот такие уже красавицы вырастут будет экран тоже везде отчиток кидаю хорошо влагу сохраняет крыжовник мета секвой тоже в надежде на то что она вырастет и со стороны старого дома тоже будет закрывать двор здесь вот немножко посходили сосны кедровые сосны кедровые там на заднем плане пихты нордмана нужно их оттуда срочно убирать скоро этим займусь мета секвойка красивая мета секвой а здесь можжевельники вот повсходили маленькие можжевельники а здесь опять марсик 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 ты подглядываешь подглядываешь а вот клюны астролисные семян парке собирала парке нашем собирала 2022 году села под зиму сюда вот какие уже вымахали теперь бы куда-нибудь их посадить рассадить по поселку предлагаю люди не хотят бесплатно забирать это самшит тут у меня череночник старый было видно я маленький оставила думала он не примется он взял и принялся все хотят жить опять же отчиток вот из семян вылез виноград виноград у нас молдова никто его не ест мы уже заелись такого хочется чего-то экзотического это мои нелюбимые розы шиповник она дает поросли на заднем плане тоже розы не хочу и розы абсолютно это вот кроты понарыли хорошенечко и здесь кедр гималайский который ну вот пожалуйста новый ров опять тут кто-то прошел опять порыл вот как так кедр гималайский макушку убрала уже у него сухую солнышко сейчас на него светит класс вот так вот по надумам пока так ландышев очень много я их постоянно убираю они уже цветут вовсю ландыши я их укорчевала один фиг каким-то образом они вылазит ландыши вот тут под елю коника тоже подрыли кроты гады такие вот она какая коника пушистая красивая и вот практически не видно потому что она на северной стороне тоже за домом ее и не видать это я только любуюсь из окон в окна смотрю и любуюсь а гости если к нам домой приходят она незаметна для людей это вот гинго белоба получается если она вымахает гинго белоба значит ель конику нужно будет убирать ей совсем будет темно а это барвинок бушуют короче его надо уже приструнять слишком много его стало так вот так пока так выглядит кедр гималайский кися и пустой двор заброшенный малина дочки цветут сами себя опыляют тут разных сортов много и вот такой сорт и такие и розовенькие забываю все время как название этих цветов и даже есть немножко ближе к красному ну короче своей жизнью живут пчелки опыляют все нормально вот тут же опять все заброшено вот какие заросли тут вот мой ненавистный клен американский по моему да он называется где-то здесь где-то здесь я ясен где-то клен короче постоянно всходит здесь сам по себе ну а если его убрать будет тут светло а так вот лес во дворе лес в чужом мать и мачеха нет это чистоте это не мать и мачеха там растет и вот тут вот такой голяк тут у меня куча перегнивает постоянно сюда все подсыпаю все равно никто не ходит смотреть здесь не не на что дети тут бегают раскидывают игрушки а это ежевика постоянно ползет к нам во двор а я ее постоянно вырываю чистотел тоже в том числе вот вырываю все ползет барвинок я сюда его притащила чтобы он заглушил все остальное кстати очень хорошо справляется агрессивное растение пошивокровное вечно зеленая зато тут вот пиончики и он и а здесь семенной кипарис лузитанский он же португальский он же мексиканский вот папер ищет уже макушку пока еще не определился вот уже забор тут хорошо шиповник буйствует тоже шиповник черная смородина все позакрывала и вот так выглядит двор с передней стороны это же опять же везде розы розы сажала моя мама она обожает их а я наоборот не хочу розы хочу вечно зеленые это я сажала неприхотливые ирисы ничего им не надо растут себе дорастут еще и семена бывает раскидывает и некоторых местах сходят вот так тоже получается конец двора и здесь планах чтобы вырос кипарис лузитанский такой красивый большой стоять кипарис это вот его одногодка плосковеточник поменьше плосковеточники везде отчетки кидаю и пионы бутоны свои готовят к цветению и муравьи а это лилия которая белым цветет обожаю ее запах вот уже тоже на бутонах лилия тоже скоро распустится пионы на бутонах все зеленое все красивое раньше времени роза ну эту я оставлю потому что она поросли не дает ладно это будет жить роза кстати розу вообще ничем розы не обрабатывать так как мало к ней любви к ним испытываю какая-то тля может быть и на них и бывает но что лена делает лена просто ничего не делает за меня все делают насекомые вот так я делаю для себя выводы что вообще надо меньше нянчиться с растениями да надо нянчиться а вот спасать от грибка который в теплицах вот таких условиях надо с ними нянчиться когда они в природе лучше не вмешиваться когда мы обрабатываем еще хуже делаем это ель не хочет просыпаться большие сомнения что она живая вообще и вообще хвоя сыпется может быть она не живая ну понаблюдаем все остальные уже по просыпались ели вот так тоже все выглядит вот они мои нелюбимые розы что-то затягивается уже видео не люблю такие длинные видео ну хочу запомнить двор все-таки у меня руки чешутся выкопать розы может быть в этом году это сделаю и перенесу их куда-нибудь другое место в другой двор вот тоже ничего с ними не делаю может быть и была на них тля рос много всякая растительница много растительности много поэтому насекомые нормально зимуют божьи коровки где-то зимуют прячутся о пионы зацвели пионы красотинь ляпота ляпота да и только ляпота а рядышком маг культурный а тут же опять же мои любимые плосковеточники маг пиону так все выглядит двор уже не лысый летом летом говорю май 1 мая сегодня какое лето ростовская область у нас уже как лето бутоны роз обычно летом и он обычно летом цветут 25 мая обычно цветет бульдонеш вот бульдонеш цветет бульдонеш вот он бульдонеш калина бульдонеш вот такой тут же под ним самшиты тоже будет такая дорожка заборчиком и вот самшит мой маточник с которого я беру черенки вот он такой самшитик красивый густой товарищ уже такой старенький а здесь все кроты я уже специально кладу вот эти плиты чтобы кротам было тяжело под ними лазить и они все равно вот роют можжевельник пересадила на это место в этом году но кроты прям тут вот любят подрывать и ну что же делать а бессовестные какие животные можжевельник скальный красивый и вот вот так хочу чтобы он закрывал с этой стороны потому что тут лысая и вот тут можжевельник будет закрывать когда вырастет здесь дейция приобрела дейцию дейция цвести собирается ура 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 будут свои семена опять же роза тоже вся на бутонах а вот семена птички принесли и вырос здесь ирис никто его сюда не сажал это он решил здесь расти сам птички так решили вот так двор сейчас выглядит на 2024 год бульдонеж рядом с бульдонежем посадила гибискус сирийский тоже еще один хочу пуст тоже чтобы закрывали забор тут угол вот он такой гибискус сирийский из семян это покупала на озоне на озоне покупала тисхили вот тут тоже вот крот прям дыра значит не сейчас вот так камушку положим чтобы он не вышел вот такой тисхили красивый хороший прирост у него 5 сантиметров точно здорово и так предполагает уже это черенок из черенка выращенный тис ну короче вот вишня первый раз в этом году она поддает завязала плоды будем в этом году кушать воды ни разу еще не ели ее плод попробуем и осколка цветет шикарно а запах от нее какую уху это дерен из семян сибирика тоже тут крот перерыл зараза короче но наверное надо заканчивать потому что очень длинная получилось вот такой двор там на заднем плане вот сарай коричневый там я рассадила новые туи туи колумна тоже хочу чтобы они позакрывали это все а вот здесь вот здесь растет ель зеленая тоже она будет закрывать газонная травка вон посеянная зеленая это газонная трава надо ее просто покосить это из семян семена я это персик покупали персик вот тоже я его ничем не обрабатывала пока ранней весной бордовской смесью обрабатывала и все привет тут что-то закручивается я не буду нянчиться в этом году первый раз они плод завязали вот они плоды будем пробовать ну в общем все всех благ